всем доброе утро первый день в заперти в общем я хотела поспать но стало пол восьмого и потом думаю я поспать могу и в течение всего дня когда захочу тогда и лягу времени меня до хрена вот такая вот у нас погода сегодня передавали облачно мужчина с собакой гуляет надо с чарли тоже погулять но попозже наверное часов в один пойду или в 12 знаете больше всего чего боюсь за эти 12 дней что я разжирею поэтому я буду думать какие-нибудь себе упражнения на крыше заниматься сейчас поищу в этом в интернете какие то не знаю может быть сумбу какой-нибудь у меня есть всякие резинки скакалка у меня есть в общем иначе можно разжиреть свободно если не будешь двигаться то кобздец будет и пипец так что вот так пахнет осенью почему-то потому что такая влажность прохладненько 18 градусов почти что но прохладненько из-за того что нет солнца так что вот так друзья вот у всех висит белье этот за хлебом сосед наш едет за хлебом ездил на своем тарантасе него этот самокат или электрический ну в магазин то можно так что вот так пойду сейчас что-нибудь на завтрак придумаю в общем приготовила тут лавашек такой вот есть я сейчас его в общем яйцо как тут в инстаграме видела яйцо разбивается сверху лавашек я бы не раз как-то так делала перевернуть пыталась ничего не получилось сыр творожный и положу пару кусочков колбаски мужчин что-нибудь получится из этого а иначе как патчи хотела нанести карантин карантином а красивый то надо быть правильно то через две недели выйдем из этого карантин это гребаного будем жирные толстые и некрасивые а надо а надо встретить мир и сиять своей красотой правильно же чтоб все фигели вообще это две недели будем а я знаете рада на то что у меня хоть на крыше что то есть конечно конечно лучше бы дворик как у тани они вообще не представляю с детьми маленькими ты же ужас ужас сидеть дома как как с ними сидеть дом с детьми маленькими кошмар ну ничего уберемся в квартире делаем генеральную уборку с одеждой разберусь там как раз будет уже тепло на улице обычно всегда знаете когда межсезонье гладить надо все достаешь все мятое вот этим и займусь мне кстати гора там уже стоит белья лежит который перегладить надо всякие футболки белый а еще у меня что-то сегодня ночью произошло вы знаете пойдемте кровать посмотрим дождь пошел там еще одна женщина собака гуляет с тремя даже у нас дождик пошел все говорит к тому что надо сидеть дома слышите моего чучу он у меня 6 утра допивает я уже совершенно него не обращая внимание иногда думаю вы чул не поет потом прислушаюсь а поет и опять вас сегодня все видео будет с балкона просто дождь пошел странно сегодня дождь вроде как не передавали видите а а а а а а а а Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» 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 В общем, на обед у меня здесь почищенная ава. Это фасоль свежая такая, с чесноком. Сначала чеснок обжарила, потом добавила этих ав. Вот, хамончик сверху посыпала и пару яиц. Пожарила мясо тоже с чесноком. И муж там готовит салат какой-то с картошкой. Сейчас посмотрим, что-то у него получилось. Но у меня выглядит все очень вкусно. Муж вот такой салат сделал. Картошка. В общем, вы видите, что здесь, да? Сиай. Даже природа нас подталкивает к тому, чтобы мы сидели дома. У нас дождик идет. Конечно, этого не видно, но вы поверьте мне на слово. Дождик идет. Видите, на машине все сырые. Так что вот так вот. А вот с крыш может быть увидите. Ну, даже если не увидите, не важно. Дождь идет. Вот. Так что сидим дома на карантине. Впервые в жизни. Дай бог, в последний раз. Но я уверена, что все будет хорошо. Да, чуть. А этот все так же свинячит. Че им поросенок. В общем, мой режим пойдет к черту. Я вчера легла поздно. Ну, как легла я рано, как всегда, в 12 часов. У меня режим. Но уснула я где-то часа в два, в три. Все, гоняла какие-то мысли. Все, думала. А сегодня проснулась опять рано. Вы знаете, когда темно на улице, вот так просыпаешься, и на улице темно, сегодня было пасмурно. У меня такое ощущение создалось, что уже я сплю долго. Из-за того, что пасмурно нет солнца, время уже много. Че ты там делаешь, Чарли? Вот. И сейчас. Ах, где есть. Сейчас найду. Пипец какой-то. У меня аппарат для смузи есть. Вот такой. Вот. И к нему вот предлагается это сахар. Сейчас вам расскажу по порядку. В общем, я делала сахарную подру здесь. И вот. И потеряла, где он может быть. Все переложила, все ящики, где он может быть. И уже полезла, где чаи. Думаю, ну там точно не будет. Вот этот. Вот этот чашка, да. И он там оказался, потому что я делала сахар. Этот. Только сейчас вам сказала, и уже забыла. В общем, и там его держала. Я уже перепугалась. Тому, блин, вот этот большая есть. Она мне нафиг не нужна, потому что вот эта часть, которой молит, нету. В общем, сейчас сделаю смузи. Я не помню, что тут есть в этом мешке. Добавлю молоко. Соевое. И будет у меня такой полдник, что ли. В общем, так. Я уже даже не помню, что я. А вот с этим режимом, не режимом. Я, в общем, легла. Я уже не говорила, не говорила. Вообще голова не работает. В общем, я поспала, друзья. Из-за того, что мало спала, я удрыхлась. Вообще, этого, не знаю, что буду ночью делать. В принципе, мне особо-то и не важно, потому что все равно никуда спешить не надо. Хотя муж говорит, что в парикмахерскую мне можно идти. А кто ко мне придет, даже если и можно? Кому я нужна? Нет, я в пятницу и субботу пойду на работу. Как раз уточню, можно ли в парикмахерскую. Я что-то сейчас тоже слышала, да, можно вроде бы как парикмахером работать. Вот. Поэтому, вы знаете еще у нас что? В больших городах может быть все и намного, как это сказать, намного строже. У нас же городок маленький, и здесь не так все строго, чтобы, я не знаю, вот видите, я ходила по улице, никто меня не останавливал, полиция. Да я и ходила-то, знаете где? По огородам, где вообще никого нету. Я встретила двоих бегунов, и то я от них шарахнулась, как говорится, в другую сторону, они от меня. И все, мы друг друга и не видели. Как говорится, все, больше я не встретила. А, ну и еще гарапарту встретила. Клеща. Чарли клеща прихватил. Представляете, у нас клещи есть, потому что мы ходим по таким местам, где, в общем, люди не ходят, скажем так. и единственное, вот что я проходила лютное, это парк. Там вообще никого не было, вот встретила знакомых. Тоже мы с ними разошлись. Главное, нужно держать дистанцию между нами. Ну, а как в магазин ходят? Муж говорит, завтра пойдешь мне купишь это. Не пойду, у нас все есть, кроме хлеба. Блин, за хлебом надо идти. В общем, по живому виду. Может быть, и пойду в магазин. А еще, знаете, что меня волнует, как бы, купить-то можно, но какие шиши, если я две недели не работаю. Не буду работать, работа не будет, не знаю, две, может и все, и три, и четыре, в общем, да. Оплатить надо. Это, конечно, из головы не выходит. Ну, решим как-нибудь эту проблему. Потому что, смотрите, кто работает на людей, тем оплачивается все, ля-ля-ля-ля, все замечательно. А так как я работаю на себя, мне оплачивать никто не будет. Я должна буду оплатить. Так вот, грустно. Ну, лучше об этом не думать, иначе, блин, злость возьмет. Мне уже этот, этот вирус прям, я бы его взяла вот так и задушила прям вообще эту ситуацию, когда я не могу что-то сделать, и у меня выходит что-то из-под контроля, меня это начинает бесить. Потому что, все можно разрешить, а вот эта ситуация, которая нельзя никак, никак ты ее не решишь, она не зависит от меня. Меня бесит это. А когда меня бесит это, я пойду жрать. Это больше даже мороженое получается. Такой вкусняшка. Ммм. Пойду наверх, уберусь немножечко, и пробздюсь. Посмотрю свежим воздухом, тут же у нас солнце выходит вроде бы, но все равно эти, это недели, по-моему, две недели, по карантинам, погода будет не очень. Так что, ну, красиво, смотрите, как закат. А там туман над горами, сейчас поближе покажу. Видите, какая у нас красота. Схочу, дождик хоть и был, но он небольшой, смотрите, как прям низкий туман. Хотя земля сырая. Но этот ящик как-то не растет. Не знаю, с чем это связано. Хотя вот укроп, смотрите, тут зелененький растет. Этот вот как-то не очень, а там зеленый растет. Лук, конечно, кирдык, но не знаю. На том ящике как-то лучше. Тоже не очень. Места мало, наверное, им земли все-таки. Видите, места мало. Мало, 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 мало. Я хочу. Видите, у нас все окна вот эти выходят с кухни. И окна все открыты, поэтому все прекрасно слышно. Но если заходишь в зал, там спальню, не очень слышно. Не слышно даже вообще. Кстати, сегодня 8 часов. Будут еще раз выходить, хлопать. медикам, кто не смотрел вчерашний влог, посмотрите. Очень эмоционально. Мне даже, знаете, слеза прокатилась. А сегодня будут хлопать, чтобы дети тоже это увидели и приняли в этом участие. потому что в 10 часов обычно дети спят, а сегодня вот в 8, чтобы именно дети приняли участие. Бедные больше всего, мне кажется, страдают мамы с детьми. Потому что сидят дети дома, это вообще не представляю. Я смотрю сейчас своих родственников с маленькими детьми, они там, бедные, с ума сходят, не знают уже, чем заняться. Вот. Но надо надо это как-то остановить. В общем, да. Вот так вот у нас все равно природа красивая. Муж говорит, зато природа восстановится. Почему-то не видно на камере. Типа машин на улице мало, воздух очистится, птички запоют, никто гадить не будет. Вот так вот. Тише да гладь, бложье благодать. А я завтра тут буду спортом заниматься. Иначе через 14 дней мы отсюда не выйдем, а выкатимся. Ой, не могу. И смех, и грех. Вот так вот. Но зато у нас можно вот так сесть на стул и любоваться закатом. Лепота. У меня, кстати, интернет здесь очень хорошо ловит, поэтому можно даже и загорать. Придумаем что-нибудь. У нас на это есть две недели, а может быть и больше. Даст Бог две недели всего. Время без двух минут восемь. Посмотрим, сегодня будет ли кто-нибудь хлопать в ладоши. Но вчера прям хлопали хорошо так. И по всему, по всей Испании я, потому что в Инстаграм смотрела сторис разных блогеров испанских и прям классно. Молодцы. Только так, никак иначе. Слышите? Слышите? Хлопают. Слышите? Слышите? Так что вот такие вот дела, друзья Так вот мы проводим день дома Завтра хочу убраться В общем, завтра Завтра увидите все Буду заниматься С собак, с Чарли погулять В новостях сейчас показывали В общем, сказали, что парикмахерским нельзя Открываться Только если дома Кого-то уйти Ну там, голову помыть Или что-то совсем кому Больным или еще что-то А так нельзя открываться Ничего, прорвемся Главное, чтобы, знаете, ждать результатов Таких положительных Что это все пошло на упад И что это эффективно Иначе Иначе не знаю Видите, мы уже второй день хлопаем медикам Надеюсь, что Им хоть как-то это их мотивирует И дает силы Потому что, ну да Работать с больными Очень много медиков зараженных Ой, ладно Рассказывайте, как у вас дела Чем вы занимаетесь Потому что я знаю, что карантин Не только в Испании А во многих странах Как вы проводите время дома Я себе там сериалов, знаете, наготовила Посмотрела Везде лазю по комментариям Все просят сериалы какие-нибудь хорошие Вот я также по этим комментариям лазю И выбираю себе, какой получше Голова квадратная Надо завтра ее помыть Ой, блин Но мы не унываем Все будет хорошо Погода тоже не очень Так что не так уж и хочется на улицу идти Встретимся с вами завтра Всего самого лучшего И всем пока-пока Будьте здоровы! Продолжение следует...